так друзья всем привет вы на канале сиршафт и сегодня у меня будет видосик проведюху rtx 3080 от алисы стуф версия идет разогнана 010 ос прошлом видосе я ее распаковал показал как это все выглядит установил в компьютер если кто-то не смотрел то можете пройти вот здесь вот по ссылочке и посмотреть либо ссылочку оставлю в описании а сегодня я вам более подробно расскажу про компоненты этой видеокарты также мы с вами потестим стресс-тестах фурмарк time spy посмотрим характеристики и также потестируем в играх также есть у вас какие то есть вопросы вы можете задать всегда мне на стримах которые я провожу и на этом канале и на канале который у меня есть для стримов отдельный ссылочки все есть в описании также рекомендую подписаться на мои instagram и telegram ссылочки на них тоже есть в описании в этом видео а сейчас собственно давайте перейдем на рабочий стол и уже оттуда посмотрим что это за видеокарта потестируем ее и сделаем какие-то определенные выводы все тесты буду сегодня проводить в разрешении 2к почему не 4к вот я вот только что посмотрел сколько стоит хороший монитор 4к даже не самый хороший давайте так я посмотрел сколько стоит самый дешевый монитор 4к от 27 дюймов и с частотой от 144 герц и что вы думали блин самый дешевый от 90 косарей ребята просто какие нафиг 4к какие 8к сейчас играть не на что еще на этом понятно что блин 90 тысяч но это вот самый дешевый то есть нормальный монитор 4к 144 герца будет стоить порядка мне кажется 1150 не меньше пробовала подключать к телевизорам это совершенно не то удовольствие не то качество и соответственно играть я в 4к совершенно не буду не но если вы хотите косынку раскладывать на 8к мониторе этого пожалуйста это как видеокарта поддерживает 8к разрешение можете играть и раскладывать свою косынку давайте не будем затягивать погнали на рабочий стол и так друзья вот мы уже в принципе на рабочем столе здесь вы можете посмотреть показатели программ китрич power up gpu z nvidia geforce rtx 3080 gpu чип стоит га-102 8 нанометров у меня сейчас стоит версия бьется вот такая так что не удивляйтесь я чуть попозже расскажу и для чего нужно именно обновлять этот без соответственно можете поставить на паузу и посмотреть более детальные характеристики видеокарты но мы еще к ним будем возвращаться память стоит здесь gddr6 x micron на вкладке сенсор мы можем все от мониторить посмотреть посмотреть потом какие частоты были максимальные и думаю что за три доски мы еще не раз сюда будем прибегать дальше мы с вами протестируем игры world of tanks fortnight папк counter-strike и gta 5 я думаю что вот этих в принципе 5 игр вот достаточно для понимания того какая это видюха и также вы можете посмотреть по ссылочкам в описании либо у меня поисков на канале видосы которые я тестировал с видюхой 2070 super от палит и можете просто сравнить насколько это больше или меньше я сейчас попробую также запустить формарк и 3d mark именно с захватом экрана я думаю что разница будет не особо большая но если она будет больше намного то я приложу скринчики как это все работает без захвата экрана давайте непосредственно посмотрим про мониторы которые вам рассказывал непосредственно вот я зашел на сайт и посмотрел что самый дешевый монитор сейчас 27 дюйма в 4k 144 герца это у нас lg с поддержкой g-sync стоит 89 тысяч рублей ребят то есть это самый дешевый монитор 4k если у вас есть 90 тысяч соточка лишняя то не вопрос можете в 4k покатать но 144 герц во многих играх шутерная типа папка fortnight а у вас не будет 144 герца так что вот опять же момент а нафига тогда 4k и какой-то гейминг если нет таких герцовок да тоже монитор от asus уже там на 43 дюйма что-то посерьезнее стоит вообще 150 косарей просто офигеть дальше соответственно переходим на официальный сайт asus и смотрим характеристики видеокарты особенно сильно углубляться в них не буду все кто хочет могут спокойно зайти на этот же сайт и лично посмотреть все характеристики у меня стоит вот такая видюха туфт rtx 3080 10g gaming все преимущества которые могут быть у rtx of в этой карте есть это одна из самых топовых видеокарт на данный момент сейчас вот так вот она выглядит в принципе я вам прошлом видосе всю эту видюху показывал есть кто-то не смотрел посмотрите на канале или перейдите по ссылке в описании посмотрите этот видос особо надежная видеокарта asus это утверждает время видеокарта полна инновационных решений направленных на улучшение электропитания и охлаждения под металлическим кожухом новой конструкции работает три мощных вентилятора axel tech с долговечным двойными шарикоподшипниками при низкой температуре они останавливаются дело видеокарту бесшумной вот здесь вот сразу небольшое замечание после того как я эту карту установил у меня ни в какую не хотели останавливаться вентилятор то есть они всегда работали на 50 процентов на рабочем экране то есть даже если ничего не делаю они не останавливаются для этого мне пришлось зайти в загрузки и скачать новый bios для этой видеокарты эта проблема не только у меня я посмотрел на форумах у многих эта проблема была и asus выпустил новую прошивку и эта проблема устранилась вам нужно будет так как здесь два bios а зайти сначала в один bios прошить потом во второй bios прошить то есть одна прошивка она автоматически определяет какой bios отключен разогнанный или тихий и исходя из этого обновлять тот bios который вам нужно в принципе все сейчас работа идеально вентиляторы останавливаются на тихом сразу же такой да автоп я тихий режим сегодня тестить не буду я уже протестировал на стримах и понял что в тихом режиме у меня видеокарта работать не будет потому что когда вы ставите сайлент режим у вас вентиляторы максимум крутится по моему до 65 до 70 процентов и при этом видюха нагревается до 80 градусов даже 81 я по увидел а я не хочу чтобы не видюха грелась соответственно у меня стоит воздушное охлаждение на процессоре и автоматом процессор еще больше начинает нагреваться поэтому я поставил режим в итоге разогнанный но она становится немного шумнее когда сидишь наушниках этого шума не слышно массивные радиаторы отборная элементная база автоматизированный процесс изготовления множество дополнительных улучшений таких как вентиляционное отверстие в усиленной пластине на такое оптимизировано до мелочи устройство можно положиться при сборке любого компьютера в этом плане согласен у меня в принципе никогда не было карта тисус но пока я в принципе доволен вот здесь как раз немного про конструкцию вентиляторов конструкция аксель теч на видеокартах серии туф применяется тройка проверенных временем вентиляторов аксель теч они легко справляются задачи охлаждения нового высокооктанового графического чипа nvidia а благодаря двойным шарика подшипникам прослужат дольше чем вентиляторы с подшипниками других типов ну здесь можно только ждать и гадать посмотрим что получится но мне показались вентиляторы маловаты не очень большого размера на то что у них вот это внешние лопасти получается закольцованы возможно в этом есть какой-то толк но если же не дураки будем надеяться что у них все это получилось здесь на этом слайде можно как раз посмотреть как вращаются вентиляторы и чтобы уменьшить турбулентность центральный вентилятор вращается в обратном в отношении к другим направлениям даже температура графического типа опускается ниже 55 градусов вентиляторы полностью останавливаться дело видеокарту бесшумной в этом плане не поспоришь но вот работа не вот так программе для тестов в частности gpu z мы можем видеть только два вентилятора я так понимаю что один хоть вот эти два и второе это вот этот один в родной утилите я ее ставил там есть вентиляторы вот обозначенные вот эти и вот этот но я его поставил и сразу удалил поэтому особо толка нет попробовал разгонять разогнанная видеокарты не разогнана в там спая там буквально там сто очков и поэтому я не знаю есть ли смысл гнать посмотрим на будущее уже будем пробовать что-то разгонять изначально пока час для моих целей хватает и в стоковом состоянии хотя опять же забегу вперед видеокарта сама разгоняется до 1930 с лишним мегагерц радиатор технология макс контакт блин такие все названия скоро будут ну просто apple просто курит в сторонке тепло от компонентов видеокарты переходит в радиатор чтобы затем быть рассеянным мощными вентиляторами аксел течь благодаря специальной производственной технологии макс контакт помогающие получить максимально гладкую поверхность на микроскопическом уровне контактная поверхность радиатора является безупречно ровный что способствует улучшенному отводу тепла от графического процессора если в двух словах максимально отполированная поверхность для более лучшего отвода тепла если в одном слове но здесь прямо маркетологи отрывались по полной форм-фактор 2.7 слота печатная плата компоненты серии туф для устройств серии туф отбирается самая надежная элементная база высококачественные дроссели транзисторы а также конденсаторы соответствующие требованиям военно-промышленных стандартов про качество конденсаторов на иисусе можно не беспокоиться здесь они стоят все керамические и можно спокойненько разгонять эту видеокарту а какие именно характеристики уже получается и сколько там ватт даже вот стоком состоянии мы посмотрим чуть чуть позже процесс изготовления видеокарты полностью автоматизирован технологии авто экстрим что исключает риск человеческой ошибки готовый продукт подвергается суровой проверке тестом качества общей длительностью в 144 часа в в районе где-то шести дней ваша видеокарта уже считаете отработала и ее протестировали обновленный кожух видеокарта завернута в алюминиевый защитный кожух который предотвращает физические повреждения и наделяет новые модели серии туф строгим внешним видом его цветовое оформление в оттенках серого гармонично впишется в любую компьютерную сборку но то что там много металла я уже про тоже говорил я это заметил то есть но видеокарта довольно таки тяжелая но не настолько чтобы ставить под нее подпорки тоже поимейте ввиду это я просмотрел многие пишут надо обязательно ставить подпорку не нужна здесь подпорка она не такая тяжелая как бы это казалось и она собрана знаете как вот хорошая иномарка немецкая она такая вся примут собранная такая вот сбитенькая очень круто есть он видно подсветочку переливается чем-то не найдем на обратной стороне видеокарты можно заметить множество улучшений по сравнению с ее предшественницей большая часть закрыта защитной металлической пластины с широкими вентиляционными отверстиями которые служат для того чтобы горячий воздух не возвращался кулеру видеокарта выбрасывался наружу выхлопными корпусными вентиляторами под самим графическим чем располагается усилительная пластина предотвращающая деформацию печатной платы монтажная планка устройства выполнить нержавеющей стали это вот эта вот часть также можно заметить удобно расположенный переключатель двух профилей bios с помощью которого выбирается режим работы видеокарты без использования какого-либо программного обеспечения на самом деле до переключатель стоит вот прямо вот вот здесь то есть в видеокарту поставили просто крышку боковые сняли здесь переключатель и спокойненько все это переводить то здесь тоже никаких проблем нет передней часть здесь вот есть вот такая подсветочка в принципе тоже уже на видеокарте вам показывал но особой необходимости допустим не регулировать нет и не такая уж она большая чтобы ее синхронизировать еще чем-то синхронизируйте вы я допустим с карты asus но будет она в тон моргать весь у вас стоит комп на столе то наверное это будет актуально для меня это не актуально поэтому я даже пункту буду пропускать и здесь можно посмотреть как они работают пульсация страбирование вот такой вот радуга циклы ну и так далее то есть зайдите ребят просто на сайт и посмотрите как это все работает то есть принципе вот вся индикация вот она вот здесь все такая полосочка и такой от логотипчик здесь приложение то есть вы можете скачать вот эту программу будет и вот век и через нее спокойненько можете разгонять и управлять и делать все что хочется и программе и вот несколько режима заранее то есть это у вас будет тихий режим или это режим для игр агрессивный и так далее программу можете скачать набрав вот это вот в поисковике микро архитектура nvidia amper парни я думаю рассказывать нечего очень много уже обзоров и также можете почитать все это дело просто новая пушка стоит менять ваша видеокарта на эту видеокарту если у вас стоит 2080 ти то ее еще время не прошло и смысла менять нет тем более сейчас видеокарты стоит немало и если бы у меня была 2080 ти то я бы менять бы на 38 точно бы не стал принципе вся информация дополнить здесь особо нечего карта крутая можно еще заглянуть характеристики посмотреть и сия и 4 0 экспресс но я вставляю в обычном 53 все это работает отлично нареканий их нет память 10 гигов разгонный режим 1815 герц но по факту в бусте получается больше 1900 хотелось бы добавить еще по выходам здесь стоит два hdmi версии 2.1 и 3 дисплей порта версии 14 а но при всем при этом что разъема хотя бы 5 получается но максимальное подключение мониторов вы можете всего сделать 4 и везде во многих описаниях я тоже читал что нужен непосредственно блок питания на 750 ватт минимальный но asus рекомендует все-таки блок питания на 850 ватт то есть это официальный сайт и смысла не доверяйте этому сайту меня нет еще здесь есть вот такая вот небольшая заметка все рекомендации по блокам питания основаны на энергопотребление intel core i9 и md ryzen 9 если у вас процессора стоять меньше то вы можете смело ставить блок и меньше то есть 750 ватт если у вас i9 работает без разгона можно тоже спокойно ставить блок 750 ватт и вам вот точно хватать за глаза так друзья вот мы видим вентиляторы вращаются со скоростью 0 то есть вообще не вращаются то есть прошивочка все работает сейчас они принципе поднимутся потому что начал захват рабочего стола и соответственно все должно начать работать ну вот все обороты включились потребляемый ватт и 112 час соответственно все здесь уже заработала первый тест на сегодня будет фурмарк сначала прогоним в разрешении 1080 1080 я думаю я не буду вообще отключать запись рабочего экрана попробуем прямо с ним погнали просто отличный fps от 230 валит просто температура я думаю что выше там 65 66 градусов не поднимется и ждем что будет частота кстати гпу 1665 всего лишь board power 340 с чем-то было видел все это инфу можно посмотреть наверху все заодно протестировать температура которые были все остальное то есть программочку я запустил сенсоры должны работать в 1080 кто будет играть на 3080 видюхи блин но я не знаю таких людей вряд ли они будут средний fps 230 отлично нас получились вот такие вот результаты 13785 очков 230 fps 66 градусов была максимальная температура давайте посмотрим максимальная частота 1965 максимальная частота и питаниями больше интересует еще максимальная 342 и 8 сейчас я еще разочек прогоню то же самое только без записи экрана и сравним результаты здесь нажимаем сброс запомнили все цифры 232 максимум все выключаю запись экрана и пробую все то же самое только без записи экрана и так друзья да разница на самом деле есть она очевидна и в принципе разница процентов получается больше десяти даже максимальный fps 260 был и средний 258 это просто блин ну пушка 66 прогрелась 15480 очков очень замечательно по максимальным частотам 1935 343 потребляем мощность видеокарты достойные результаты давайте попробуем еще запустить все-таки 1440 делаю сброс давайте прямо с записью и потом я без записи делаю также в конце включусь погнали да здесь частоты уже поменьше fps 156 средний максимальный fps 158 температура примерно та же то есть особо разницы нет но fps конечно да просел в на соточку а соточка это почти 50 процентов из-за 2к разрешения потребляем мощность 343 5 я сейчас видел давайте ждем с окончания теста и еще сейчас за тысячу без записи экрана здесь мы видим уже вот такие вот результаты 2к разрешение 67 градусов она прогревала здесь 66 было 258 fps стала 155 но вы понимаете да то есть но проседает так очень даже хорошо да да я оставлю страничку здесь и мы сейчас сделаем тест еще также в 2к но я выключу запись экрана все поехали так собственно ребят результаты готовы для вас пролетела просто одна секунда для меня вот такая вот разница это у нас получается записью экрана 9 316 без записи экрана 10555 разрешение одно и то же температура одна и та же по fps у минимальные 154 было стало 175 максимальный 158 стала 178 то есть 20 fps практически 10 процентов это прилично то есть вот такая вот разница записи экрана и без то есть вы берете видео видео ху если вы хотите стримить или записывать экрана то есть 10-15 процентов можете смело просто брать и выкидывать потому что видео ха сожрет эти все показатели здесь по моему ничего практически не поменялось 1935 и 344 из 7 максимально жрала ну то есть я понимаю что 350 ватт берете запасом и это в принципе вполне достаточно будет сейчас я буду запускать тест 3d mark до этого все сбрасываем запускаем тест 3d mark но его соответственно уже запись экрана и делать не буду потому что я уже понимаю что здесь разница но существенной то есть здесь 15 процентов нам это нужно чтобы было все четко поэтому отрубаюсь запускаю и показываю вам уже готовый результат все погнали тесте так друзья вот так вот все это дело записываю не могу не сделать подсъемчик и посмотрите сколько здесь просто фпс 120 фпс это просто офигеть я помню когда на 2070 сделал эту запись это было все вообще другие картины другие характеристики и это просто блин сказка какая-то на этой сцене тоже обычно там где-то в районе 50 фпс в среднем у всех здесь где-то держится 76 80 до 90 даже просто скачет он сотка уже 112 120 это просто какая-то сказка ребят я офигевая на самом деле это не карты это просто реально какая-то мощь так друзья собственно такие от результаты получились на самом деле у меня здесь получалось даже немного больше это все на автомате давайте посмотрим по табличке что у нас получалось то есть максимальная частота процессор была 1950 в одном из тестов температура максимальная 68 градусов больше мне поднять не получилось то есть это достойно но если вы стоите в режим silent там где вентиляторы не разгоняются до такой скорости то здесь вы получите 8280 я уже прогонял здесь максимальная скорость оборотов 82 процента максимальное энергопотребление при там спая 342 ватта то есть вот на такие ватности вам нужно будет рассчитывать и также непосредственно можно посмотреть максимальную температуру на процессоре но эта температура 92 градуса была в последнем тесте дам где идет тест уже непосредственно самого процессора так что не удивляйтесь от нормальный показатель средний где-то 60 градусов за все время тестирования только в последнем тесте в пиках было непосредственно 92 градуса все собственно сбрасываем показатели 16 067 общие 17 426 это непосредственно очки по видюхе и 11 145 это по процессору я считаю что достойный результат 10 600 у меня было на 20 70 супер здесь практически в два раза просто превосходство но она по факту так и есть там испаем все здесь я больше ничего тестировать не буду есть есть какие-то вопросы можно будет замутить в дальнейшем еще сделать режим скажем не нативный 4k ставить нет необходимости я думаю что ну там потому что я понял что результаты будут немного отличаться не то что немного намного отличаться поэтому все тестируем в 2к а почему я уже тоже объяснял все закрываем эти картиночки все да и открываем world of tanks игру и сейчас будем катать пару каток сейчас будем тестировать игры я хочу сегодня прогнать пять игр в этом видосе вы увидите только кусочки этих игр то есть там чтобы понять примерно какой fps есть также вам приложу еще скринчик сейчас вот то что у меня получилось в танках это я катал без стрима просто тестировал насколько вообще максимально может быть fps без записи экрана без всего чтобы вас было понимание примерно как это работает сейчас в танках первая игра запустим посмотрите результаты которые есть погнали первая игрушка сегодня вот world of tanks и на загрузочной странице мы просто видим 500 fps игра здесь полностью не будет здесь я напомнюсь будут только момента полностью вы всю игру сможете вот это именно геймплей посмотреть в отдельном видосе я выложу и постараюсь сделать в описании ссылочки так что мы видим здесь у нас здесь получается 5 строк первая строчка это у нас гпу непосредственно и и температура загрузка гпу здесь частота гпу здесь процентах это потребляемая мощность энергия то есть я хотел ватах но в этой программе почему-то ватах поставить нельзя так что соль и примерно думайте насколько она загружена то есть 100 101 там или 110 процентов это можете смотреть здесь это у нас непосредственно загрузка памяти видюхи здесь процессор температуру процессора загрузка процессор, частота процессора и сколько процессор потребляет ватт. Здесь в ваттах получилось сделать окей. Здесь сколько у нас потребляется оперативки и соответственно сам фпс. Все, погнали, пробуем боечек скататься и посмотреть, что из этого получится. А, стопэ. Не показал вам еще настройки, настройки все стоят на ультрах, сейчас выйдет на главную страничку и посмотрим еще настройки. То есть заходим в графику, здесь вертикалку отключил, монитор 1440, это нативное разрешение, улучшенная графика, все на ультрах полностью. Все выкручено. Я, кстати, на тестах как у меня запрограммировано, я не знаю, в прошлый раз тестировал 27 супер, у меня та же карта была. Но это какое-то издевательство, наверное. На геймплей здесь упор не делаем, делаем упор на то, чтобы просто затестировать. Ну давайте, как тогда ездил на светляки туда же, поехали туда же в ту же сторону. Хотя нет, мне вот это неинтересно, я, наверное, поеду лучше налево. Все равно так понимаю, что сливаться будем. Соответственно, я отсюда сейчас буду вырезать какие-то моменты, смотрите фпс. Думаю, минутки может 2. Ну где-то примерно на стриме также по 200 фпс держится. Но это все на ультрах. На 27 супер на карте у меня было примерно где-то 120 фпс, а если я все выкручил на ультра. Если направить в небо, то, соответственно, все пойдет вверх по 250. Он на арте катал на днях просто без записи, без всего, просто катался и тестировал. У меня даже доходило до 336. Сейчас скринчик где-то у вас здесь вылетел. Это непосредственно со стрима. Если вы подписаны на мой телеграм или инстаграм, там я это все, в принципе, показывал. Мы в поле зрения противника. Так нельзя делать. Так делать нельзя, но наша задача не сильно долго здесь тусить. Ну я типа как бы наигрался. То есть вот, понимаете, да? 200, 213, 214. Дизель и не поменьше. Проходим кустики. Все шевелятся. Графика просто четкая, просто офигенная. Мне это очень нравится. Именно то, что я хотел. Все, для тестов этого достаточно. А полный геймплей я выложу отдельно, отдельным видосом. Здесь может даже, скорее всего, какая-нибудь победа будет. Плохо, когда в начале бой теряешься хп, блин. Машина в поле зрения противника. Ну типа бью ток 705 и Type 61 еще. Но должна быть победа. Здесь вообще им по 250 фпс. Кому все-таки интересно геймплей, забегайте. На стримы. Я провожу стримы и на этом канале. И на Сержав 77 геймс. Такой, собственно, боечек получился. 272. Скажем, не ради скилла. Но все-таки успел два фрага. Вначале очень много получил. Но очень интересные захватывающие бои. Все, я думаю, вы видели, как это все проходило. Какая температура была и на процессоре, и на видюхе. Но я вам могу сказать, что в принципе у меня... Не знаю, я хочу вырезать куски. Не буду вырезать, наверное, ничего. Собственно, вот такой результат получился. Вы, наверное, заметили, что процессор у меня прогревался там до 70 с лишним градусов. Пока не было этой видеокарты, у меня процессор так не грелся. Как только я поставил эту видюху, процессор стал прогреваться больше. То есть вот эти все мифы о том, что когда у тебя стоит воздушное охлаждение, и под ним вот так вот видюх ему нагнетает свой горячий воздух, процессор реально начинает греться больше. Так что не забываем про это. И, наверное, впереди будет установка водяного охлаждения. Так что у кого кое водяное стоит, обязательно пишите в комментариях. Советуйте. Обязательно возьму и протестирую. Или кто-то хочет какое-то взять, тоже пишите. Возможно, я его и возьму. Так, ребят, погнали. Следующая игрушка Fortnite. Также сделаю кусочек небольшой стрима, а целиком есть видос. Вот это уже можно будет посмотреть отдельным видосом. Я выложу на канале. Смотрим сначала настройки. То, что у меня стоит. Полный экранный режим я сделаю. 144 FPS. Дальше можно полистать, посмотреть. Настройки все максимальные, эпические. Вертикальная синхронизация отключена. Счетчики кадров у нас включены. Но непосредственно у нас стоит еще программа, которая будет замерять сегодня. Латенсия задержка включена. DLSS включена. Производительность. Трассировка лучей включена. DirectX 12. Но он почему-то, кстати, бета-версия еще. То есть, возможно, еще будет какая-то оптимизация и будет еще лучше. Опять же, я, в принципе, это все уже тестировал. И те, кто подписан на меня и здесь, в Инстаграме, все уже прекрасно видели, как это все играется. Так что вы не ленитесь, подписывайтесь. Только вас на канале не хватает. У меня еще на канале проходит розыгрыш денег. Так что не удивляйтесь и участвуйте. На 10 тысяч подписчиков я буду разыгрывать тысячу рублей. На 15 тысяч подписчиков полторы тысячи и так далее. Ну вот, на всех ультрах. Играть, конечно же, комфортнее стало намного. Потому что на 20-70, блин, здесь я даже ему заходить было опасно. Графончик, блин, я тебе врежу просто. Просто пушка. Давай туда не спрыгнем, что ли. Полетаем. Так, давай смотрим карту. А давай куда-нибудь сюда вольнем, я здесь еще не был. Заодно изучим местность. Кто любит играть в Fortnite, ребят, забегайте обязательно. Температура видюхи 66 градусов, процессор до 77 и пока скачет. Ну, как у меня рюкзачетчик зачетный. Напоминаю, что есть видос, можно будет посмотреть отдельным видосом на моем канале Сержавта 777. Сейчас, может, у меня быстро, кстати, убьют, у нас все быстро закончится. Сержавта 777. Сержавта 877. Сержавта 877. Сержавта 877. Сержавта 977. 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 Продолжение следует... Блин, ну уже хорошо. Я думаю, что бой будет короткий. ЛФПС где-то получается на соточку 120. Сейчас они там друг друга все перестреляют. ЛФПС где-то. Давайте сразу же еще одну каточку закатим. Ну а это фигня какая-то. Я вообще ничего не успел сделать, ничего не успели потестить. Здесь вроде больше ничего нет. Где-то есть какой-то лут. Я его слышу. Я его слышу. Я его слышу. так следующий игруха это у нас это опять не рп просто обычная я мне как-то пытался уже заходить играть но блин там очень все тупило на 27 супер поэтому я даже не рискнул давайте посмотрим по настройкам что здесь здесь получается 11 только можно и 500 разрешение формат с нацена 9 частота обновления 144 но все равно как-то вот как-то вот не так качество текстур очень высокая стандарт высокая очень высок на очень высоком 2 500 памяти требуется а собственно ребят вот такая вот игрушка улетка ты чертовски хорошо на все можно же идти типа да я просто походим а как ответить сбросить надо пойдем какую-нибудь тачку возьмем ну вот примерно что было понимание 145 фпс а я не знаю как здесь принимать я еще не разбирался в этом телефоне блин и поэтому не суть так друзья собственно пресловутой gta 5 давайте пробуем запускаемся люди с ford северный ямтон 9 лет назад самое начало в принципе у меня даже на 27 супер здесь много чего висела тупила за спину да ладно мистер мы же выполняем ваши требования даже не думай об этом я сама сама господи давай сюда погоди я займусь взрывчаткой не подорвись эти заложить заставить их двигаться пошли пошли туда живо скорее 188 fps отлично возьмите чтобы доставать телефон окей зовите заряд с помощью с телефона нажмите открыть список контактов enter подорвать и бой нормально так блин вот эта игра конечно я в нее ни разу не играл сто раз начинал так ну что действуем вот и денежки спокойно ты спокойно куда-то сюда так понимаю а где деньги то могут эти окей не на управление над конечно все это дело разбираться а 190 fps на 2к на ультрах по моему офигенно это чуде дам блин офигел совсем ее твое лицо ты каждый не забираешь ты еще мелочая пусть то вот одна из них у него взгляд безумца нет ники психов думай не горячись вот именно дружище я долбанных всех ой мама слушать и жить хочешь ну скажешь ты хочешь мы все уладим я же хочу расскажи я нашу выбрал пушку так не пойдет ход за тобой я не спешу дружище чё делать надо еще должен делать что ли а чтобы видеть список досуг игровых удерживайте левый альт надо еще за всех должен отыгрывать блин нифига себе то один то второй вы чё офигели блин это сложно блин ребят и хз чё тут делать а вот так хоть бы какую-то подсказку ввели но ничего себе ништяк собственно ребят такая вот миссия блин все ебай здание не выполнено вы погибли собственно как фпс работает как чего есть вы я думаю что поняли и на этом собственно все давайте переходим к следующей игре следующая игра у нас будет пап где так игра следующая которым вам тестировать это пап где давайте тоже помните одну каточку пробежимся по настройкам настройки 2 560 ограничение fps лобби 60 здесь у нас без рамок можно полный экран даже поставить давай лучше полный экран сделаем так ограничение чистое монитора пользовательская без ограничений такие собственном настройки все на ультрах листва тени если вот так вот ну в принципе мы на лобби даже 160 180 до 200 бывает он доходит в сторону поворачиваться почему-то меньше в эту сторону больше странная фигня ждем начала матча так давай куда мы опустимся я думаю что не будем сильно много тянуть наша задача блин у них вайсин карте вообще 300 фпс а конь сюда может ли горовка в горовку сразу вот за этой фигней он получается так катапультирование f я хочу подолететь а здесь нельзя да еще раз парашют убрать ну да это не вам не ford my блин я прямо чувствую как там холодно сейчас на улице более-менее все равно не такой мороз вот вам честные тесты при одновременной захвате на рабочий стол или рабочего стола кому угодно то есть при стриме я думаю что должен быть примерно такие же характеристики в полете вроде даже фпс было меньше и она играть комфортно автобег прыгни забраться присесть лечь свободный обзор переключение камер от можно от первого лица вообще даже играть ничоси да лихо окей давайте запустим еще одну катку здесь было что-то непонятное я буквально где-то второй раз захожу на фпс принципе отличный процессор что-то сильно греется у нас дает игра более требования к процессор получат что ли фиг знает как это работает подключать подгонять столько количества кадров процессора тоже надо и ведюха работ на частоте 1875 все атобус атобус самолет я фиг знает даже куда падает тут не знаю никаких домов не видно ну давай наверно вот сюда то эту деревушку блюхнемся фига почти 200 километров в час 170 километров в час падаем это вот эта девочка ходить я представляю себе я падал блин ябнера все бы 250 летел в глазах на работа творится вещах из-за чего блин до 200 метров в принципе что вам скажу это сейчас я блин катаю в принципе вот так без ограничения в принципе со 44 фпс мне хватит и это видюхов может мне это дать это хорошо тихо тихо Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... 560 в полноэкранном режиме... Давайте на весь экран сделаем... Энергосберегающий режим выключен... Очень быстро... Но в принципе на автомате мне все поставило... Все на ультра пупер мупер... Погнали... Так, здесь мне надо... Я не знаю куда... Обычный бой... Обычный... Группа Сигма... Начать... Чисто хочется посмотреть сколько будет FPS... Отмены я почему-то не вижу здесь... Overlay... Может конечно он запустится... Давай пробуем... Здесь нет интересного отдельного... Просто FPS что посмотреть... Который у нас на первом был... Заходи за нас... Мы тебя кикать не будем... Затеров... Ну чё пацаны... Будем за счёт... Заходи за нас... Мы тебя кикать не будем... Нет за нас... Затеры... Нет за спецназа... Затеры... Ну пожай пацан... Зайди за нас... Не надо пожалуйста... Блин... Да не сын... Не сын... Да не заходи... Да блин... Да он ни за кого не будет заходить... Да заходи за вас... Да да да... Если у кого-то будет читер... Это нечестно... Предлагаю чтобы он просто вышел... Блин... Еще бы здесь были бы FPS... Видно было бы вообще фигенно... Ниа... Графон... Чеш прекрасное... Ещё не... Думаю... Слышитецы... Да... Анательно... Думаю... Думаю... До辞ил... Думаю... Прикольно... Да... На это... Близко... Прикольно... Не... ребят в посаде за то есть не смогу поэтому ссоре блин она расставит какие-то анти читерские хрени блин поэтому блины извините графон очень офигенный просто блин а здесь есть интересно встроенный какой-то оверлейблин троллер индекс какие здесь это будет длиться то есть это постоянно что ли ребят счетчик fps в эту игру сделать не могу но могу сказать что очень охрененно просто идет все из меня такой контр-страйкер что блин прямо ну я пипец и давай еще карточку попробуем мне эта игра точно не моя так что ссоре можно даже и был и не включать нефига актер итак друзья на это у меня сегодня все я думаю что мои тесты были многим полезные многие уже поняли что это за видюха видюх очень крутая очень прямо и хочется играть все больше и больше все хочется устанавливать больше новых игр и думаю что все-таки это было полезно именно полезно потому что не у всех сейчас есть и многие будут думать надо или не надо также в описании постараюсь оставить ссылочку или вот здесь где-то буковка и выходит на видюху на тест 2070 супер несколько геймплеев а также выложу просто отдельными видосами чтобы вы просто посмотрели как это все проходит как это все играется какой fps как греться видюха я могу сказать что меня видюха устраивает прямо вот но не на все сто процентов процентов 90 в ней наверное все таки есть кайфу остальное это все уже как бы мелочи конечно лучше брать 30 90 это уже будет и с запасом и для 4k для это уж сто процентов для 4k подойдет это видюха но пока скажем для 4k 144 fps не готова во многих играх этого будет просто не хватать на этом все подписывайтесь лайкосик пишите комментарии обязательно переходите на второй канал где у меня проходят стримы задавайте вопросы на стримах и участвуйте в раздаче денег я также разыгрываю деньги как только мне на канале набирается определенное количество подписчиков на 5000 подписчиков розыгрыш уже был мы разыграли 500 рублей следующий розыгрыш бот на 10 тысяч подписчиков потом на 15 и так далее каждый раз я буду добавлять пятихатку то есть ближайший розыгрыш будет на тысячу рублей так что подписывайтесь и ставь силу x все жду ваших комментариев всем пока чо